Встреча Ангелы Меркель и Дональда Трампа пока не состоялась. Между политиками встала стена непогоды. Визит принесли из-за внезапного снежного шторма, который накрыл Америку. Но волнует Трампа и другое похолодание между ним и конгрессменами, которые теперь угрожают остановкой работы правительства. Так что буря там и реальная, и политическая. Подробнее Дмитрия Анопченко. Сказать, что зима вернулась неожиданно, значит совсем ничего не сказать. Еще несколько дней назад здесь было плюс 21, плюс 23. Уже деревья распустились, цветы расцвели. И снег, который неожиданно всего за одну ночь, выпал сразу в нескольких штатах. Выглядит как жестокая насмешка над всеми теми, кто так хотел весны. Коммунальные службы в авральном режиме работали всю ночь. И похоже это не последние сутки без сна. 31 миллион человек получили предупреждение о том, что могут стать жертвами снежной бури. Чрезвычайное положение объявлено в Нью-Йорке, Мэриланде, Вирджинии, Нью-Джерси. В Пенсильвении, в большинстве городов этих штатов закрыли школы. С ума сойти! Посреди весны вдруг снегом завалило. Работы столько сейчас. Пытаемся электросети восстанавливать. Порвано все. В Висконсине стихия забрала жизни двух человек. В Коннектикуте с пяти утра сегодняшнего дня ввели так называемый travel ban. Полный запрет пользоваться автотранспортом. От рассвета и до заката. Аэропорты парализованы. Отменены свыше 7 тысяч авиарейсов. Мы из новостей узнали, что снегопады надвигаются, так что ждали чего-то подобного. Мои заёвы к холодам вроде привычны, но вот застряли тут на удивление. Что ж, не всё так страшно, как могло бы быть. Вашингтон так расположен, что иногда его засыпают в марте. В Вашингтоне работу госучреждений решили пока не останавливать. Но все министерства и Белый дом открылись на три часа позже. А госчиновникам официально разрешили уходить домой, не спрашивая начальства. Или вообще работать дистанционно. На местах остались лишь те, кто готовит визит немецкого канцлера Ангелы Меркель. А его, напомню, из-за погоды перенесли на пятницу. Да те, кто отвечает за отношения с Конгрессом. А в Капитолии намечается не просто политическое похолодание, а целый шторм. Демократы в Конгрессе прислали официальное уведомление. Отказываются финансировать стену Трампа. А если Белый дом будет инициативу продавливать, так и вовсе остановят финансирование правительства. Добьются шатдауна. Дело в том, что по закону, если новый бюджет страны не принят, она не живет по старой смете, как, к примеру, в Украине. А прекращается финансирование госструктур, пока конгрессмены не проголосуют. А у республиканцев, чтобы утвердить документ, своих голосов не хватает. Им нужно убедить хотя бы 8 демократов. Когда закончится снежный шторм, предсказать несложно. Все пройдет уже к пятнице, как раз к визиту фрау Меркель. А вот когда пройдет политическое обледенение, вопрос большой и вопрос открытый. Из Вашингтона Дмитрий Анопшенко, Сергей Коваль, Американское бюро телеканала Интер.